Встреча у Камина 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 Гимнастика Ушу направление Тайдзи Цуань называется. Как называется? Тайдзи Цуань. Тайдзи Цуань. Тайдзи Цуань направление. По направлению Ян. Там их много направлений Ушу, более 700 направлений. Это внутреннее направление здравительной гимнастики. По поводу поэзии. В 2008 году как-то так случилось внезапно, что стихи полились откуда-то сверху. И я начал записывать, писал, писал. Накопилось определенное количество стихотворений. Я решил их показать людям, которые этим занимаются серьезно. Пришел в литературное объединение сонет. Тогда им руководила Городского. И, соответственно, с этого времени начал уже как бы вместе с литературным объединением сонет идти и развивать свою поэзию. Первыми дали оценку моим стихотворениям Юрий Андреевич Безус и Юрий Иосифович Лившиц. Они сказали, что вы умеете писать, знаете, о чем пишете, но нужно убрать шероховатость. В 2020 году я издал свой сборник, который называется «Один на один». Вот этот сборник в 2020 году. А какое количество экземпляров? Сто экземпляров. Сто экземпляров. И, наверное, пришлось раздаривать. Конечно, да, все экземпляры я дарил, и до сих пор тиража не хватило, я переиздал его. Ага, переиздали. Да. И он состоит из нескольких частей, да? Да, он состоит из девяти частей. Девяти частей. И он сопровождается какими-то рисунками, правильно? Да, конечно. Обложку к этому сборнику я попросил написать Ксению Старченко, которая сделала вот эту вот картину. Она называется «Русская зима». Это чистое поле, вдали деревня, деревянный храм. Такая чистая картина. Почему-то мне захотелось именно вот такой пейзаж. А этот пейзаж сверху с какой-то частью сборника, наверное, нет? Это к третьей части сборника, философской части. Картина называется «Один на один». Один на один, вот вы имели в виду что? Один на один с жизнью, один на один с проблемами, один на один, как вот один на один? Или с самим собой? Почему один на один? Потому что это не только название одной из моих поэм. Читая сборник, читатель остается один на один со своим прошлым, настоящим, будущим, со своими чувствами, переживаниями. Он остается собой. Поэтому я его назвал «Один на один». И эта мысль, она на протяжении всего сборника. Давайте к сборнику обратимся. И, конечно, телезрители захотят, так же, как и я, которая тоже иногда подписывает, три сборника у меня, Татьяна Недель, и всякие маленькие сборники, «Уральское застолье», «Кухня» и так далее. Ну, я считаю, что вы, наверное, как участник литературного общества, уже это более профессионально все сделаете. Первая часть как называется? Первая часть называется «Эхо войны». Она посвящена 75-летию Великой Победы с фашистской Германией. Давайте там посмотрим, какой вам нравится сами маму. У нас состоит из трех поэм. Воспоминания дяди Вити, «Черный ворон, я не твой», Егор Аверьянович. Это все арчане? Это все арчане, это реальные люди, это реальные судьбы. И в конце стихотворение небольшое, которое называется «Фронтовой треугольник». А «Фронтовой треугольник» и год его, это 2000? В 2020 году было написано стихотворение. «Фронтовой треугольник, пожухлый листок, Начинаешь читать, сразу в горле комок, Начинаешь читать, и встают пред тобой Лагеря заключенных и печи с трубой, Вой сирены, бомбежки, деревни в дыму, Крепость Брестская, подвиг матросов в Крыму, Оборону Смоленска, бои под Москвой, Залпы грозных катюш, наш ответ грозовой, Блиндажи в три наката, окоп, санчасть, Ямы братских могил, где пришлось многим пасть, Эшелоны, вокзалы, колонны солдат, Цитадель героизма, чем стал Сталинград, Передышка в бою и тетрадный листок, Лишь четыре строки в нем своим на восток, Что успел? Добрый день, дорогие мои, Берегите себя и жилища свои, У меня все нормально, воюю, здоров, Фотокарточку жду, ваш Георгий Петров, Фронтовой треугольник, осколок войны, Сохранить для потомков мы память должны. Ну, спасибо за это стихотворение, Но мне вот прежде чем перейти ко второй части, Хотелось бы, чтобы вы назвали вообще, Вот как части называются у вас. Вторая часть называется «Афганские сны», Я посвятил тридцатилетию роду советских войск Из Афганистана. Третья часть? Третья часть – это философская лирика, И она называется как раз «Думы моей думушки». Так, это третья часть? Это третья часть, да. Вот. И, по-моему, третья часть прорезвездная в этой картины, да? Да, да, да. Ксения Старченко. Ксения Старченко написала. Так, и четвертая часть, как называется, Мне-то прям даже не интересно. Четвертая часть – это русское боевое искусство, Поскольку я вот уже 42 года занимаюсь единоборствами, Поэтому я не мог это не отразить в своей поэзии. Так, это четвертая часть? Русское боевое искусство. Русское боевое искусство. Да. Там даже эмблема у вас такая. Да, это эмблема Федерации русской боевого искусства. Вот, дорогие телезрители. Четвертая часть книги Вячеслав Александрович посвятил Русским боевым искусствам. Так, пятая. Пятая вот интересная. Совершенно разные темы. Да, она такая разная по… Пятая часть? Единство во Христе – это православная тематика. Так, так. Здесь я написал как раз православную поэзию. И «Единство во Христе» называется? Единство во Христе, да. То есть это ряд стихов получается? Это ряд стихов, да. Так, а шестая часть? Все-все оформление тоже сделала Ксения Старченко. Шестая часть называется? Шестая часть – возвышенное чувство. «Возвышенное чувство» – это… А любви, наверное, любовная лирика. Конечно же, как же без нее. Да, да. Так, шестая, седьмая часть. Седьмая часть – это пейзажная лирика. Называется «Вновь наслаждаюсь первозданной красотой». Это нашей природой, наверное, да? Это наша природа. Здесь я… Не любите стейд, как все мы. Цикл стихотворения. Весна, лето, осень, зима. Ага. То есть все времена года. И все времена года. Седьмая и восьмая часть. Восьмая часть – это «Реалии жизни», «История». Кому-то посвящена? Она тоже здесь и философская, и посвящена Тарасу Григорьевичу Шевченко. Здесь стихотворение у меня. Ага. И девятая часть, самая последняя – это «Детям». Да вы что! Детские стихотворения. Детские стихотворения даже у вас, да? Да, детки. Здесь вот тоже стихи Ксения Старченко проиллюстрировала. Да, да, да. И как называются стихи Детям? Вот название даже перечислите. А стихи Детям – это «Ранняя пташка», «Вовка футболист», «Детские пальчики», «Мы с братишкой любим маму», «Кот матрос», «День рождения», «Щенок», «Миша», «Рыбаки», «Заяц спит», «К бабушке». «Лужа», «Жук». Читали где-то деткам эти стихи? Да, конечно. В школе или где-то там на… Да, приглашают в школу. Приглашают, да, приглашают. Я в Центр детского творчества детям читал стихотворение. Радость, да? Рады, конечно, да. А в Центр детского творчества – это наш дворец пионеров или на площади Гагарина этот Радость детский центр? Нет, это на Тагильской. А, на Тагильской, да? Там есть Дом детского творчества. Да, ясно. Но вот знаете, мне вот что заинтересовало сейчас вот про боевое искусство? Ну, хоть какое-то стихотворение? Поскольку, видите, какой у нас уникальный человек в гостях. Не зря мы его долго ждали. Мастер боевых искусств. В течение многих-многих лет. Я прочитаю два небольших стихотворения. Давайте вот их нашим телезрителям дадим. Стихотворение называется «Рукопашник». Рукопашник. Да. Рукопашник воистину воин. Во Христе он хранитель веры. И отчизне весь предан без меры. Уважение по чести достоин. Рукопашник – духовная личность. Продолжатель традиций предков. С ним надежно идти в разведку. В его скромности к людям, тактичности. Он учителя уважает. Защитит, кого вдруг обижают. Справедливую силой крушащей. Если только он настоящий. Очень хорошо. А вот те, кого вы обучаете, ваши ученики, знают эти ваши стихи? Да, я читаю. Приношу иногда. Давайте еще одно посвященное русским боевым искусствам. Это стихотворение называется «Наши души живут вечно». Ну, оно, может быть, даже перекликается с той ситуацией, которая сейчас у нас военная операция на Украине проходит. Оно как философское. И я его в этот раздел тоже отнес. Давайте. Постоять за себя нужно. За безвинных и слабых встречных. За друзей и родных – конечно. Защищать – великодушно. Пострадать за Христа свято. Жизнь отдать за отчизну – должно. Если ты православный – несложно. Вознесешься на небо когда-то. Суета каждый день бесконечна. Наша жизнь на земле скоротечна. Только жизнь вкусил наслажденье. Как грядет упокой и забвенье. Но мы – Господа Бога творенье. Жизнь без веры – это растление. Защитить своих – ну, конечно, наши души живут вечно. Спасибо, Вячеслав Александрович. Я думаю, что наши телезрители не остановятся и захотят послушать еще целый ряд стихотворений из тех разделов, которые вы продиктовали. Девять частей. А мы только пока две части немножечко прокомментировали. Субтитры создавал DimaTorzok